Как набрать 4000 часов просмотров на YouTube и подключить монетизацию, а также как набрать много просмотров на YouTube. Привет, на связи Юлия Измайлова, эксперт по продвижению успешного инфобизнеса и в том числе бизнеса через YouTube. И в этом видео мы с вами разберем 7 проверенных методов, как набрать 4000 часов просмотров на YouTube. Ну и вообще, в принципе, как набрать много просмотров на YouTube. Эти методы были проверены на каналах моих клиентов, некоторые из них на моем канале. Ну что же, приступим. И первый метод – это, конечно же, следите за трендами и старайтесь, в общем-то, участвовать в этом. То есть, смотрите, на сегодняшний день неким трендом является, как раз таки, вот эти новые условия монетизации в 2018 году, новые условия вступления в партнерскую программу YouTube. И, в принципе, это у всех на устах. Соответственно, подобные ролики про монетизацию в 2018 году, как ее подключить и прочее, как набрать эту 1000 подписчиков и 4000 просмотров, являются достаточно актуальными. И многие об этом записывают. Соответственно, если, например, в вашей тематике возможно как-то присоединиться к тренду и связать вашу тему с ним, то обязательно это используйте. Если же такой возможности нет, то вы просто тогда следите за тем, что делают ваши конкуренты, либо каналы похожих с вашей тематики, и смотрите, какие видео у них являются популярными, и, соответственно, записывайте подобные ролики. Второй момент, тоже достаточно актуальный и интересный, это прямые трансляции, проводите как можно больше и чаще прямых трансляций. Почему? Почему этот метод работает в плане набора просмотров трансляций? Ну, смотрите, прямые трансляции по статистике, так как там есть интерактив, там есть возможность задавать вопросы спикеру, и люди любят приходить и получать ответы на свои вопросы, особенно, когда это бесплатно. Идет достаточно большое удержание аудитории, люди просматривают прямые трансляции очень часто до конца. А длятся они обычно дольше, чем простые видео, которые вы выкладываете, то есть прямые трансляции длятся час, полтора, минут сорок и так далее. Кроме того, когда идет прямая трансляция на YouTube, если человек зашел на канал, он что-то ищет по теме, то он видит, что, допустим, по этой теме идет прямая трансляция, естественно, он зайдет, посмотрит, и вы получите большее количество просмотров, поэтому проводите прямые трансляции. Далее, следующий момент – это загружайте видео по возможности чаще, особенно, если у вас канал начинающий, то вы можете загружать, например, одно видео в день. Я работаю с каналами, которые уже какое-то время существовали на YouTube, соответственно, развиваю их, и с ними в основном у нас идет где-то 2-3 ролика в неделю. Вообще, моя рекомендация изначально, чтобы хорошо запустить процесс раскрутки канала, просмотры, получать больше подписчиков, мы загружаем где-то в среднем 3 видео в неделю. Далее, следующий момент – это проводить коллаборации. Что такое коллаборации? Это обмен ссылками на каналы, либо же рекомендую проводить, записывать, допустим, с авторами, смежные с вашей тематикой, интервью, либо какие-то полезные видео совместные, и выкладывать их на своих каналах. Соответственно, у вас идет не только… у вас идет и обмен подписчиками, и, соответственно, эти подписчики новые дают вам больше времени просмотра. Если нет возможности записывать подобные видео, соответственно, вы можете договариваться о том, чтобы ставить ссылки на каналы друг друга в интересных каналах у вас на главной странице. Это тоже даст какой-то приток аудитории на ваш канал. Следующий момент – это используйте подсказки. Но не просто подсказки в тот момент, когда вы считаете, что ее нужно поставить – это, конечно, хорошо. Здесь немножечко другая стратегия. В аналитике Ютуба вы всегда можете посмотреть среднее удержание по времени просмотра вашей аудитории, сколько в среднем по времени люди смотрят ваши видео. Если, например, эта цифра 2 минуты, то рекомендую ставить подсказки до 2 минут, то есть, например, на минуту 20 или на 1 минуту, чтобы выплывала у вас подсказка, соответственно, где вы можете сказать, что там более интересную подробную информацию посмотрите в таком-то ролике или какую-то зацепку сделать. И, соответственно, если человек до 2 минут просматривает и видит вашу подсказку, есть большая вероятность, что он перейдет на следующее видео, в том числе, и просмотрит еще один ваш ролик, соответственно, время просмотра на вашем канале увеличится. Далее, следующий момент – это создавать плейлисты, т.е. если у вас несколько видеороликов по какой-то определенной теме, обязательно загружайте их именно в плейлисты, плейлисты оптимизируйте, также делайте там описание, потому как, если человек посмотрел один ролик, наверняка, если у вас целый плейлист по данной теме, он захочет ознакомиться и с другими видео. И бывает такое, что сам YouTube рекомендует, т.е. следующими загружает после просмотренного видео, видео из данного плейлиста, и таким образом человек также больше времени проводит на вашем канале, больше времени смотрит ваши видео, увеличивая время просмотров. Ну и, конечно же, седьмой метод – это платная реклама, ее никто не отменял, если у вас есть бюджет, старайтесь его использовать грамотно, например, через платную рекламу в Google AdWords, рекламируйте свои видео на YouTube. Кроме того, платная реклама в остальных социальных сетях также достаточно хорошо работает, если у вас совсем нет бюджета или вы не хотите на начальном этапе использовать платную рекламу, есть и, естественно, методы продвижения бесплатные, я о них уже рассказывала в своих прошлых видео, вкратце напомню, это поделиться всеми своими видео во все свои социальные сети, в рассылку, если она у вас есть, в мессенджеры, то есть сделать так, чтобы как можно больше людей в первые пару часов увидели ваше новое видео, которое вышло на канале. То есть вот такие моменты я хотела вам сегодня рассказать по поводу того, как набрать 4 тысячи часов просмотра на YouTube. Если видео вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски, обязательно пишите в комментариях, какие из этих методов вы уже используете на своем канале, каким образом вы получаете большое количество просмотров, какие еще не используете, что для вас было ново, буду рада обсудить. Для тех, кто уже сейчас хочет узнать об эффективном использовании алгоритмов YouTube, скачивайте бесплатно в описании к этому видео мой PDF-отчет или же по ссылке, которую вы сейчас также видите на экране. Ну а с вами была Юлия Измайлова, увидимся в следующих роликах, до встречи, пока!